Семесская бухта, Новороссийск. Здесь, в 4 километрах от берега, на глубине 47 метров, завалившись на правый борт, лежит круизный лайнер «Адмирал Нахинов». Туристы с удовольствием платят сотню долларов за возможность осмотреть место самой страшной черноморской катастрофы. Моряки говорят, что нырять к затонувшему лайнеру, на котором остались погибшие, это все равно, что водить туристов на кладбище с кирками и лопатами. Но дайверы проводят здесь весь купальный сезон за исключением одного дня – 31 августа. Вечер, 31 августа, 1986 год. Пассажирский пароход «Адмирал Нахимов» готовится к отплытию из порта Новороссийск. На его борту 897 пассажиров и 346 членов экипажа. Кто же мог предположить, что далеко не все они доживут до рассвета? Для многих этот рейс окажется роковым. Лично я прочувствовал, что что-то будет. Как-то даже так сложилось, что, ну, может быть, это какое-то не то, что суеверие, совпадение. Вот перед этим всем почему-то я взял все спасательные круги, покрасили. На шлюпках поменяли там поленя, все новые поставили. Вот. И чего-то так у меня иногда было, это вот такое ощущение, что что-то может быть. Вот. А может быть, примета еще такая – айс сел на мачту. Я сколько плавал, не видел, чтобы айс садился на мачту. Ну, перелетные птицы там бывало, что. А перед этим, знаете, сколько раз мне пароход снился? Два раза, что он утонул, а я на берегу. Один раз мне снилось, я в Сочи была, пароход утонул, чистая-чистая вода, а пароход утонул, и я осталась на берегу. И еще снилось мне, что вот такая вот крыса по канату сошла на берег. Катать своих пассажиров по морям и океанам Нахимов начал еще в конце 50-х. В то время он считался гордостью Черноморского флота и даже возил иностранных туристов. Завершен дальний рейс. Из Гаваны в Одесский порт возвратился советский лайнер адмирал Нахимов. Но с годами Нахимов перестал отвечать международным нормам безопасности и комфорта. По этой причине его перестали пускать за границу. А вот для перевозки советских граждан, по мнению чиновников, он вполне годится. Очень скоро этот пароход превратился в место для практикантов и штрафников. Сюда ссылали за пьянку и прочие праведности. За 9 последних лет на пароходе сменилось 9 капитанов. Капитан Марков был последним, десятым. В запасниках Государственного архива России нам удалось отыскать материалы из его личного дела. Марков считался одним из лучших судоводителей Черноморского флота. Было время, не вылезало за границу. Но в 1984 году его обвинили в присвоении 9 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, на теплоходе Леонид Брежнев, где он был капитаном, открылась большая недостача продуктов. За это Маркова и сослали на судно штрафников адмирал Махинов. Да, ну, вы понимаете, если капитаны менялись у нас как перчатки, как экипаж тем более. Вы знаете, я не успевала принимать белье и выдавать. Каждую неделю сходило по 20-30 человек. Текучесть была очень большая. Я вам скажу, я пришел, когда я неделю не мог под шкипера вытащить из каюты. Он пьяный был. Весь рейс. Мне рассказывали случаи, когда даже один раз в Новый год встречали, и судно крутилось на одном месте, даже матросы понапивались на вахте. Представляете? Несколько раз было, что на мель садились. Но пассажиры обо всех этих проблемах не знают. Они считают, что им очень повезло. Круиз Одесса, Ялта, Новороссийск, Сочи, Батуми и обратно Одесса, по которым ходил пароход Махимов, очень котировался среди советских граждан. Заграничные курорты в то время были недоступны, и миллионы людей устремлялись летом на Черноморское побережье Кавказа и Франции. Достать круизную путевку в горящий сезон было очень трудно. Их распределяли через профсоюзы, и лишь небольшая часть поступала в свободную продажу. За пару минут до отплытия некоторые пассажиры видят, как по трапу поднялась пожилая, красиво одетая пара. Это был начальник Одесского управления КГБ генерал Крикунов с женой, дочерью и внуком. Им предоставлена каюта «Люкс» из капитанского резерва. Видимо, штрафник Марков рассчитывал за время круиза наладить добрые отношения с начальником местной госбезопасности. Ровно в 22.00 Нахимов отходит от плеча. В койотах нижних палуб, невзирая на правила безопасности, тут же распахиваются иллюминаторы. На старом Нахимове плохо работает вентиляционная система. В музыкальном салоне начинается дискотека, работают бары и рестораны. Кто-то отмечает День шахтера. В кинозале на корме судна скоро будет фильм «Я любил вас больше жизни». Ну а кто-то готовится ко сну или укладывает спать детей. Обычно в Новороссийске были концерты для ветеранов. Их чествовали, все такие красивые, в галстуках, в колодках. Было 4 или 5 пар новобрачных было дароя. Много было. Именно вот садились покататься. На самом деле молодоженов, отправившихся в свадебное путешествие, на корабле 14 пар. В 22.20 капитан Нахимова Марков принимает первое сообщение с берега. В 23.20 капитан Нахимова, как слышите меня? Слышим хорошо. Вам навстречу к точке встречи с Лосканом со стороны моря. Курсом 58 градусов. Скорость 12 узлов. Стрелится с Упобровой. Петр Василов. В 23.10 Вагиф объявляет последнюю песню. За громкой музыкой мало кто слышит тревожные гудки из сухогруза. А кто услышал, тот ничего не понял. Из показаний пассажирки. Мы услышали гудки и увидели идущее на нас судно. Я еще глупо пошутила. Сейчас этот Петр Васев нас поцелует. И в следующий момент произошел удар. Мы идем по ходу. Справа вдруг вырастает на большой скорости какой-то громадный объект. И причем все это освещено. Мы-то идем освещенные все, как елочка все горит. И вдруг такой объект вырастает. И еще ба-ба. Такой удар был. От удара Вагиф прямо с микрофоном отлетает почти на 20 метров к бассейну. Танцующие валятся друг на друга. Раздался смех. Часы на Нахимове показывают 23.12. Удар пришелся в правый борт, прямо в машинное отделение. Нахимов еще продолжает двигаться. И вот этот острый бульп сухогруза разрывает его обшивку. Тонны воды хлынули в пробой. Буквально за полминуты машинное отделение полностью затоплено. Нахимов чуть накреняется в сторону пробоины. И лавины воды устремляются в открытые иллюминаторы кают нижних палуб. И все уже было понятно. Вот как раз там внизу 4 матроса стояли на нижней палубе. Вот я их. Говорю, пошли вперед. И вот мы пятером сразу нашли бочную палубу. И когда свет погас, был толчок, погас свет. Вот. И мы побежали в каюту, чтобы узнать, в чем дело. И там уже началась вот эта суматоха. Кто-то бежал с чемоданом, кто-то кричал всем на шлюпочную палубу. На Нахимове 8 палуб. В самом низу машинное отделение и грузовые отсеки. Над ними каюта для экипажа и пассажиров низшего класса. Шлюпки находятся на верхней шлюточной палубе. Главное добраться до них и спустить на воду. Места в шлюпках хватит всем. А значит все останутся живы. Вон и спасительные огни Новороссийска. Но судно клинится на правый борт. Через минуту после удара становится ясно. Шлюпки на воду спустить невозможно. А до берега 4 километра. Даже тренированному пловцу вряд ли добраться. Именно в этот страшный момент в людях срабатывает инстинкт самосохранения. И герои вдруг превращаются в трусов. Сильные в слабых. Незаметные в героев. Из показаний пассажиров. Я увидел, как с палубной настройки стали выскакивать члены экипажа в спасательных жилетах. И прыгать в воду с правого борта. И все пассажиры тоже бросились за жилетами и на правый борт. На верхней палубе я увидела какого-то матроса. Он застегивал на себе спасательный жилет. Я спросила, что делать. Он ничего не ответил. У него в руках был второй жилет. И я умоляла дать его мне. Но матрос ответил, что у меня в каюте должен быть свой. Спускаться в каюту было уже поздно. И где там искать в темноте жилет, я не знала. Боссман Лобода с четырьмя матросами остается на палубе. По его команде они сталкивают за борт надувные спасательные плоты. Их на пароходе 32. Самые большие вмещают 20 человек. Остальные значительно меньше. Понятно, всем места на плотах не хватит. Но кто-то все же спасется. Уже позже выяснится, что благодаря этим плотам спаслось около 500 человек. Две минуты после столкновения. Уже затоплены генераторы. Гаснет свет. Почти сразу включается аварийное освещение. Но через минуту погаснет аромат. В этот момент музыкант Вадив бросился на нижнюю палубу. Он должен найти свою жену Соню. Она работает на судне кассиром. Побежал сначала в бухгалтерию, и не оказалось. Потом побежал в каюту. Моя каюта открытая, никого нет. Масса, масса. Никого. Потом побежал к себе в каюту. У меня в сейфе уже было 17,5 тысяч денег. А когда эта авария случилась, я думаю, утром должен прийти жертвынка, нужно сложить. Я их начал складывать на столе. А тут свет потуже резко. Я сначала не понял, что случилось. Слышал только Валера в семье Саженко. Он утонул. Механиком. Он только слышал и кричит, Сонечка, беги наверх. Закрыв сейф, Соня бежит наверх искать Вадива. А он тем временем пытается образумить своего друга-барабанщика Юру. Я залетел в каюту, взял жилеты, а он стоял, скручивал телевизор. Я говорю, Юра, ты что, одурел? Я говорю, давай, посмотри на дверь, где лежит. В Агиф не паникуй, сейчас заведут пластырь, нас будут спасать. Я говорю, идем. Схватил его за руку, выхожу. Там такая винтовая лестница на вторую палубу. И почти уже вышли. Там народу меньше было. А он вдруг придергивает руку, говорит, я партбилет забыл. И вернулся. И все, и труба. Партбилет? Тогда же потеря партбилета, это же событие. А потом его нашли под водой уже, с разбитой головой в иллюминатор. Четыре минуты после столкновения. Судно еще больше заваливается на правый бой. И толпа в несколько сотен человек в панике устремляется на левый бой. Позднее, те, кому удалось выжить, будут рассказывать, как ждали они от капитана и экипажа хоть каких-то команд. Но команд не было. Тот, кто должен был командовать, был уже на плату давным-давно. Такой просверлен был, старший пассажирский помощник. Вот он должен был организовывать. Мог же что-то сам предпринимать. Если девочки выводили, к примеру, пассажиров, так он мог руководить теми пассажирами, которые находились на палубе, подсказать, что, как. Я знаю, что он был с любовницей на судне. Он ее бросил, побежал за его в каюту взять документы, деньги, все, что ему нужно было. А потом сам прыгнул в воду и залез в этот самый, как его, плот и отпихивал людей, чтобы не переполнить бухгалтера Соню. Не давал ей забраться на плот, что, мол, ты была толстая, и плот потонет, если ты заберешься. Погив, мчится на шлюпочную палубу. Увидев, что шлюпки не спустить, он бросает свой спасательный жилет и сталкивает в воду плоту. Успел сбросить четыре самых легких. А потом, смотри, уже все, труба, никого нет. Спустился ниже, Барварна там был у нас. Стояла девочка наша, Танечка Федорова, раздавала жилет. Она сама стояла в жилете, в спортивном костюме, и у нее в ног лежала куча жилетов. Или туда их вынесли, чтобы она раздавала. Все-таки она с пассажирской службой, это ее обязанность. И она раздавала, там людей было полно, дети, даже показывала, как одевать. Я ей говорю, идем со мной, прыгать надо, прыгать надо. Я успею, я успею. То есть она до последнего раздавала эти жилеты? Ну, она не успела. А это Вера Федорчук, бортпроводница. Ей было всего 28. Зная, что в каютах закрыты дети, а родители не могут найти ключи, она бросилась искать запасные. Дети уже были в каютах, они спали, потому что их укладывали. А люди шли на концерт. И почему очень много детей погибло? Они были закрыты. А там вот такие двери, там же корейская береза, ее не выбьешь ничем. А в момент удара, отсек этот, где ключи сдают, он упал. Иди найди в темноте, где какой ключ. В это время судно уходило, уходило. Веру так и найдут водолазы. Вот с этими ключами, крепко зажатыми в руки. Библиотекарь Таня Дымкова. Она отдала свой спасательный жилет женщине с ребенком, хотя сама не умела плавать. Шесть минут после столкновения. Обезумевшая толпа почти в тысячу человек в поисках спасения в полной темноте мечется по судну. Давя друг друга, люди застревают в узких коридорах. Через несколько дней бывалые водолазы будут впадать в шоковое состояние от увиденного. Вот эти люди, они бежали все к выходу. Ну, кто помнил, кто по памяти. Конечно, бежали в темноте там, ужасом, с криками. И вот эта вот пробка, один падает, допустим, или там запинается за чемодан. И все. И остальные там, кто за ним бежал, вот это все спрессовывается где-то в одной двери. Там им буквально добежать осталось, только открыть дверь и выскочить. Открываешь дверь, когда вот уже выходить на главную палубу. А их в дверях там вот так вот селедка в бочке. Приходилось вытаскивать, чтобы разобрать вот это вот 15-20 человек перед каждым этим, перед дверями. Вот это они просто получали сами себя, ну, задалили. Крен уже настолько большой был, что я уже в полусостоянии добралась до верха, и уже хваталось там бассейн и сетка. И хваталось за эту сетку, чтобы подтянуться, чтобы с креном меня не вытянуло в море. Потом, значит, крен еще больше стал, и мы уже скатывались. Уже настолько был крен, что мы просто с горки скатывались с этого судна. Из показаний пассажирки. Корабль был уже почти в вертикальном положении. Я схватилась за оградительную решетку. За нее уцепилось еще много людей, и она стала ломаться под нашей тяжестью. И какой-то мужчина лет 30 стал бить меня по рукам и голове, чтобы сбросить воду и уменьшить нагрузку. Потом в воде я видела, как он отобрал у какой-то женщины спасательный жилет. В каютах не было в достаточном количестве спасательных воротников, спасательных поясов, спасательных жилетов. И не было информации. Обычно, когда плавсредства уходят в море, по радио информируют людей, которые находятся на борту, как пользоваться спасательными средствами в случае аварии. Этой информации на судне не было. Поэтому люди оказались за бортом вообще без спасательных средств. Поэтому там была паника, и поэтому там была неразбериха. Каждый пытался друг друга сорвать эти спасательные средства. В воде только я поняла, что я не умею плавать. Тут возле меня оказался пожарный матрос, практикант. Он был в черном велюровом костюме, который набрал полностью воды, и он еле держался сам на воде. Он видел, что я захлебываюсь и барахталась. И он мне помог. Поддержал меня несколько минут. Потом возле меня как-то оказался мужчина, который был в жилете. Возле него было несколько женщин, которые цеплялись за него, пытались спастись. Но, видно, они его топили, и он их всех от себя отталкивал. И они возле нас и утонули также. Прыгнув в воду, Вагиф точно знал, куда надо плыть. Подальше от судна, в открытое море. Он боялся, что сейчас от резкого перепада температур в машинном отделении взорвется котел. Сейчас взорвется котел, и труба тогда всем. А оказывается, ребята успели его заглушить. Те в котельном отделении, они все погибли. С котельного отделения ни один не вышел. Они успели заглушить. Главный механик был с ними. Старпом побежал туда, тоже погиб. Старпома Александра Маглаша и главного механика Игоря Дегтярева водолазы найдут только через 10 дней. Эти люди отдали жизни ради спасения пассажиров. В 23.20, через 8 минут после столкновения, пароход Адмирал Нахимов, последний раз пыхнув трубами, уходит под воду. Утащив с собой всех, кто застрял в каютах и коридорах, и тех, кто попал в воронку образовавшегося водоворота. Но море кажется мало жертв. В этот момент срывается шквальный ветер. Начинается четырехпальный шторм. Жена Вагифа, Соня, хорошо плавала. Но страх и огромные волны, казалось, не оставляли шансов на спасение. И потом передо мной вынырнула деревянная скамейка, на которой туристы загорают на палубе. И я этими двумя руками уцепилась за деревянную скамейку. А я кричала, кричала, потому что для меня скамейка раз в пять опускала вот так на дно. Я даже видела косяк, помню, косяк рыбы. Вот такой косяк рыбы. У меня даже клинику потом мне дали. Сонька, скамейка. Барахтающиеся в воде люди видят черный силуэт огромного корабля, протаранившего Нахимов. Они плывут к нему. Но забраться из воды на шестиметровый борт невозможно. Сухогруза бросают спасательные круги и жилеты. Потом спускают шлюпку. Больше на Васёве шлюпок не было. Васёв начал разворачиваться. Несколько было рядом плотов. И побило теплоты. Люди опять оказались в воде. Несколько мужчин, я помню, точно забрались на борт. И с борта Васёва кидали круги. Этими кругами несколько человек тоже побили. Прям на головы кидали. Они же такие гипсовые или какие, я не знаю, но побили. Ну, видя такое дело, мы с ним перестали. Грести Квасёву. Потому что, ну, зачем нам погибать? Мы же всё-таки как-никак были на плаву. Береговые пограничные прожектора освещают место катастрофы. Сотни человеческих голов и рук, цепляющиеся друг за другом. Скамейки, почки, чемоданы. И громадное пятно мазута, смешанного синей краской. На борту Нахимова были большие запасы топлива и краски. Первый сигнал о трагедии в Цемесской бухте поступил в Новороссийск в 23-12. Точно в момент столкновения судов. И пришёл он ни с Нахимова, ни с Васёвым. И даже не от пограничников, наблюдавших за трагедией в бинокле, а с борта маленького лоцманского катера, по воле случая оказавшегося в Цемесской бухте. Начальника Новороссийского порта Георгия Попова сегодня уже нет в живых. А тогда, 31 августа 1986 года, именно он взял на себя операцию по спасению людей. Раздался телефонный звонок начальника смены инспекции Портового надзора, его подчинённого, который мне доложил, что по некоторым данным, при выходе из Новороссийской бухты пароход, адмирал Нахимов, прослеживший пароход, столкнулся с подходящим судном Пётр Васёв. Никаких известий со стороны одного судна и другого не поступало. Отдавать указания и действовать за пределами порта этот человек не имеет права. Но в тот страшный момент он наплевал на субординацию. Все суда, какие только были в его распоряжении, рыбацкие и лоцманские катера, буксиры, Георгий Попов отправляет к месту трагедии. Вслед за ними идут и три быстроходных пограничных катера. Чтобы добраться до места в условиях шторма, им нужно больше полутора часов. Смогут ли тонущие продержаться в воде это время? По тревоге подняты курсанты мореходного училища. На спасение пассажиров отправляются 10 учебных ямок. Когда только сообщили, что надо идти и помочь, вернее, оказать помощь в спасении утопающих, в тонущего судна адмирал Нахимов, так тут отбоя не было. Отдельные готовы были вообще бросаться в море и плыть туда, чтобы спасать людей. Только через полтора часа после того, как Нахимов скрылся под водой, к месту катастрофы подходят первые суда. На некоторых из них всего по 2-3 человека. Волны и ветер затрудняют спасение. Но портовики Новороссийска поднимают из воды 575 человек. Еще 162 человека берут на борт пограничники. Позже эту операцию по спасению Нахимовцев специалисты назовут уникальной. Она заняла всего 80 минут. Да, за 80 минут, за 80 минут, в ночное время, при сорвавшемся шквале, шквальном ветре, были тяжкие условия, неблагоприятные для спасения. О том, что в Новороссийске происходит что-то чрезвычайное, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Борис Уваров узнает глубокой ночью. Звонит неожиданно мой начальник и говорит, вот на Северном Кавказе там небольшое происшествие, небольшое, подчеркиваю, кораблик опрокинулся, так, надо тебе выехать, ты готов? Я говорю, конечно, что за вопрос. Но по его такому тону, по недомолвкам, я подумал, что там что-то стряслось с нашими группами, там у нас ряд групп работал, по ряду дел. Уже через час следователь вместе с Генеральным прокурором России мчится в аэропорт у Внуково. Там готовится к отлету специальный самолет с членами правительственной комиссии на борту. Только здесь Уваров узнает о причинах экстренного вызова. Ему предстоит выяснить, как при хорошей видимости в открытом море могли столкнуться два судна. На обоих опытные непьющие капитаны. И почему огромный пассажирский пароход затонул всего за 8 минут? Ведь даже сегодня, 20 лет спустя, многие говорят о загадке гибели парохода адмирал Нахимов. Версии разные. Влияние природных аномалий, диверсия и даже вмешательство мистических сил. А что же было на самом деле? Получив сообщение о приближении Нахимова и рекомендацию портовой службы уступить дорогу пассажирскому пароходу, капитан сухогруза Виктор Ткаченко занял капитанское место и, как положено по уставу, принял на себя управление судом. По правилам судовождения уступать дорогу должен не он, а выходящий из порта пароход. Но на практике грузовые суда часто уступали дорогу пассажирским. Из личного дела Виктора Ткаченко. Прошел путь от матроса-моториста до капитана. Отличный судоводитель. В числе первых осваивает новейшую технику. О его передовом опыте пишут газеты. Вот у меня маленькая, так сказать, шпаргалка здесь есть. Васев. Вот Васев шел из Стамбула, груженный зерном. Вот его линия движения. На схеме видно, как со стороны порта навстречу сухогрузу движется пароход Нахимов. В 22.59 капитан Марков бросил последний взгляд на приближающийся справа сухогруз. Тот шел не снижая скорости, и до него оставалось около 10 километров. По уставу в такой ситуации командир не может покинуть свой пуск. Но Марков передает управление вахтенному помощнику Чудновскому и уходит к себе в каюту. Чудновский десятки раз выводил Нахимов из акватории Новороссийска. Опытные моряки пренебрежительно отзывались о его способностях судоводителя. Но Чудновский был порторгом парохода. А Марков пришел вот как штрафник, и между ними даже были какие-то, скажем, такие, знаете, не совсем нормальные отношения сложились. Вот. Я предполагаю сейчас, что Марков, видя вот серьезность ситуации, которая возникает, уже близкое встречное судно, Марков оставил этого члена партбюро наедине с этой опасностью. Посмотрим же, как ты здесь с ней справишься, понимаешь? Вот. Ну вот посмотрели, да? Приняв вахту, Чудновский забеспокоился. Расстояние между Нахимовым и Сухогрузом быстро сокращалось. А на Петре-Васеве все не снижали скорость. Петр Васев, я пароход адмирал Нахимов. Ваш курс, ваши действия. Идем курсом 36. Скорость 12,5 узлов. Вы можете нас пропустить? У нас на борту тысячи туристов, и наш курс 160. Идите. Мы можем идти тем, как курсами не справлять обороты? Да, можете идти. Корабли продолжали сближаться. Нервничая, Чудновский начинает бестолково поворачивать корабль, усугубляя ситуацию. Капитан сухогруза Виктор Ткаченко о маневрах Чудновского не знал. Он вообще не смотрел на приближающийся пароход. Он смотрел только на приборы. А те показывали, что его сухогруз пройдет за кормой Нахимова. И действительно, если бы не менялись параметры движения Нахимова, то он успевал действительно пройти. Если бы Нахимов продолжал идти своим курсом 160 градусов, вот этот курс, то они бы разменулись примерно в километре друг от друга. В 23.05 за 7 минут до столкновения Ткаченко наконец отрывает взгляд от приборов и видит быстро приближающийся пассажирский пароход. И тут опытный Ткаченко совершает ошибку. Ее зафиксировала вот эта чудом сохранившаяся лента реверсера. Надо было резко сбавить ход, а тем самым предотвратить столкновение. Но Ткаченко замедляет ход плавно. Лишь за 2 минуты до столкновения он командует полный назад. Но груженный доверху сухогруз не слушает своего капитана и по инерции движется вперед. Услышав гудки Васева, капитан Марков выскочил на мостик. У него было 2 или 3 минуты, чтобы дать необходимые команды экипажу и пассажирам и послать сигнал СОСа. Но Марков растерялся и вовремя не оценил ситуацию. Потому что многих это происшествие застигло в момент, когда они отдыхали. Это, кстати, тоже одна из частей вины Маркова. Он обязан был дать сирены громкого боя. Сигнал громкого боя, который указывает на то, что судно тонет. Такие сигналы не были включены, хотя ему это надо было только кнопку нажимать. В тот момент, когда от капитана зависело более тысячи жизней, он выясняет отношения с вахтенным помощником Чудновским, а потом посылает матроса в люк с каюты, предупредить об опасности семью начальника Одесского КГБ. Кстати, генерал матросу не поверил. Так вот, он сказал, что вы тут паникуете, если бы, если бы, говорит, что-то было, мне бы уже давно позвонили. Он не понимал этого. И вся семья погибла. Пробойна размером до 30 метров, хотя и была смертельным для судна, но совсем не означала обязательную гибель сотен людей. Трем машинное отделение и нижняя палуба судна были поделены на 13 отсеков. И в случае затопления нескольких из них, остальные должны оставаться изолированными от поступления воды и держать судно на плаву. Отсеки закрываются водонепроницаемыми клинкетными дверьми. Титаника 4 часа, по-моему, тонула или больше, так? По расчету наших экспертов, если бы клинкетные двери были закрыты, то судно тонуло бы в течение почти суток. Но водонепроницаемые двери на Нахимове в нарушение правил оказались открытыми. Чтобы закрыть их, нужно было только нажать на кнопку штурманской рубки. Только нажать на кнопку. Открытые на нижней палубе иллюминаторы еще больше усугубили ситуацию. Когда стало ясно, что судно идет ко дну, вахтенный помощник Чугновский зашел в свою каюту и запер дверь изнутри. Его тело через несколько дней извлекут водолаза. В ночь на 1 сентября Новороссийский спектр. В больницах и гостиницах города в экстренном порядке освобождают места. У причалов, куда привозят спасенных Нахимовцев, дежурят машины скорой помощи. У большинства пострадавших пневмония от переохлаждения, травмы и нервно-психические расстройства, вызванные пережитым ужасом и потерей близких. Среди доставленных в больницу почти нет детей. Из 25 детей возрастом до 15 лет, которые в этот роковой рейс находились на судне, в живых осталось только шестеро. Погибло и большинство молодоженов. Из материалов уголовного дела. Моя доча Рина 16 августа вышла замуж. На свадьбу мы подарили молодоженам путевку в кроис Ланахимов. 1 сентября мы с мужем в 9 утра встречали их в Сочи. Но пароход не пришел. Никто не объяснил причину. А днем сотрудники гостиницы сообщили нам о беде. Мы поехали в Новороссийск. Своих детей мы нашли только через 5 дней в пластиковых пакетах под номерами 134 и 126. Ну вот была темная-темная августовская ночь, как обычно у нас на юге. И стали к нам в гостиницу привозить людей. Голых, грязных, в мазуте, в краске, с горящими глазами. Страшно было на них смотреть. Некоторые были в шоке, вообще собой не владели. И мы их встречали здесь, нас уже подготовили к тому, что будут люди поступать. Мы их обматывали простынями, полотенцами, смывали с них мазут, чем могли, что под рукой было. Просто, ну, они не понимали ничего, где они находятся, что с ними. Пройдет время, и многие пассажиры Нахимова станут писать письма сотрудникам больницы-гостиниц, рассказывать о своей судьбе и благодарить за невероятную душевную теплоту, которую получили в те страшные дни от совершенно незнакомых им людей, жителей Новороссийска. В трем утра портовые катера уже доставили на берег всех спасенных пассажиров и членов экипажа парохода Нахимов. Всего 820 человек. 820 из 1243. Теперь привозят только трупы. Их доставляют сюда, на 15-й грузовой плечел. А тем временем на местном судостроительном заводе уже готовят сотни цинковых гробов. Вагифа подобрали в море в 4 утра. И еще несколько часов он помогал портовикам доставать из воды мертвых. И мы сгружали, там есть холодильное отделение, склад новороссийский, я помню, здоровое помещение. И вот надо было их перебрать в турист, член экипажа, в сторону, это сюда, это сюда, и все под номерами. Там это все снималось. А потом уже под утро, я говорю, я уже не могу, у меня ключица была поломана. Я не чувствовал. У меня рука так опухла. Я говорю, я поехал, я больше не могу. Сел на комету, приехал на морвокзал, смотрю, она стоит. Сирией головой. Соня. Известие о гибели пассажирского парохода адмирал Нахимов передают по радио лишь к обеду 1 сентября. Но слухи уже катятся по Черноморскому побережью. Жена боцмана Лободы Тамара узнала о случившемся рано утром. Ей в Одессу позвонил знакомый. Сказал, что пароход Нахимов потерпел аварию, но ничего страшного не произошло. У нее еще хватает сил прийти в школу, подготовить класс к первому уроку и вывести детей на линейку. Она учитель. Стоим. Я слышу разговоры. Вот столкнулись два судна, и в течение, говорили не 8 минут, а в течение 20 минут судно потонуло. И тут меня прорвало. Я начала плакать родители. Что случилось там, Артем? Я говорю, у меня муж там на этом суде. Я знала, что он ушел больной. У него вроде кулит был. И ушел в рейс с горбленой. И вот так. Думала, что он же всегда впереди. Он обязательно будет людям помогать. А сам утонет. Вот так. Я не думала, что он живой. Вильям Лобода придет домой на следующий день. В чужой одежде, но с букетом цветов. В течение двух недель водолазы еще извлекают из моря и из бортов Нахимова человеческие тела. 359 тел. Им присваивают номера и складывают в вагоны рефрижераторы грузового порта. Пять вагонов. И все это время в вагоны заводят съехавшихся в Новороссийск людей. Среди сотен мертвых тел они ищут своих детей, матерей, внуков, сестер. Каждый день в 10 часов утра от горы исполкома садились люди в автобус и уезжали в лесной тудопорт. И там запускали по несколько человек в ангар. Перед тем, как вести человека на опознание, его буквально обкалывали успокаивающими препаратами. И привозили их уже никакими. На борту Нахимова так и остались тела 64-х человек. Поиски погибших прекращают 15 сентября. После того, как в лабиринтах затонувшего парохода погибли двое военных водолазов. Но еще две недели вокруг места катастрофы кружит вертолет. Капитанов Маркова и Ткаченко арестовали 2 сентября. А 13-го в камере следственного изолятора Виктор Ткаченко впал в невменяемое состояние. Храбрился, держал себя в руках. Он еще не осознавал, что произошло. Но когда выяснилось, что погибло более 400, и когда стало ему известно, что там погибли дед, он, можно сказать, сломался. И у него начался, ну, такое, скажем так, психическое состояние, которое уже не давало возможности с ним работать. И по сей день существует мнение, что гибель огромного количества пассажиров была обусловлена старостью судна. Дело в том, что корабль был построен в 1925 году в Германии и назван Берлин. В войну его использовали для перевозки грузов, солдат и как плавучий господин. Потом он попал под бомбежки и затонул. Его подняли со дна Балтийского моря и передали по репарации Советскому Союзу. В 50-х отремонтировали и приспособили для нужд пассажирского флота, переименовав в адмирал Нахимов. На момент аварии пароходу исполнился уже 61 год. Вот это борт Нахимова. Кстати, говорили, что вот у него как консервная банка ходила. Вот такая круповская сталь, как вы видите. Сталь отличная, так сказать. Правда, он был клепанный, но, как и нам эксперты сказали, что клепанное судно, оно лучше держит удар. Ни старость судна, ни какой-либо рок здесь оказались ни при чём. Всему виной, как сегодня говорят, человеческий фактор. Это была одна из первых, может быть, катастроф, которая без всяких тайн обошлась. То, что, может быть, такой рок и был на дне. Но, видимо, само руководство пароходства создавало этот рок. И если действительно туда направляли штрафников, вот вроде этого капитана Маркова, то, конечно, я считаю, штрафникам нельзя доверять жизнь 1200 человек. От руководителя следственной бригады Бориса Уварова требовали немедленного завершения расследования и обвинения капитанов в умышленном убийстве многих людей, что означало смертной казни. А тут как раз накалялась обстановка на берегу. В Новороссийск съехалось много родственников. Там находился член политбюро Алиев. Дело приобретало, скажем так, какой-то политический оттенок. Поэтому Алиев, выступая перед людьми, отвечая на их вопросы, дал обещание, что как минимум одного, а то и двух капитанов мы расстреляем. Это была во всеуслышание сказанная фраза. Уваров рисковал карьерой, но на такое обвинение не пошел. Ну, никак не клеилось 102-го, потому что оба капитана предпринимали меры, хотя уже запоздалые, но предотвратить столкновение. Ну, это ошибка. Понимаете? Ошибка за ошибку нельзя казнить людей. Суд над капитанами проходит в Одессе. Чтобы уберечь подсудимых от возбужденной толпы, их помещают за стеклянной перегородкой. Им дают по 15 лет. Обоим. А спустя 6 лет по настоятельным просьбам капитанских клубов их помилят. Марков получит место капитана-наставника. Он и по сей день живет в офисе. А Виктор Ткаченко, взяв себе фамилию жены, вместе с семьей уедет в Израиль. Говорят, не мог людям в глаза смотреть. Всем выжившим членам экипажа адмирала Нахимова в качестве компенсации разрешат работать на зарубежных рейсах. Только многие плавать больше не могли. Боялись. И по сей день адмирал Нахимов не отпускает от себя оставшихся в живых. Вот, ну, это все прошло. Вот, единственное, только осталось, что я не мог, когда дети кричат, и женщины орут истерическим голосом. Бывает такое, вот идешь по улице, вот, идет человек тебе навстречу, и ты знаешь, что он умер. Я же его был, а он похож на него. Вот он идет, мне иногда так же, я разворачиваюсь и уйду в другую сторону. Вот такие бывают. Или это перед глазами просто всплывается. Жена Вагифа Соня переживает последствия катастрофы в богадельне при монастыре. У нее не было такого раньше. Шока не было, не было страха, не было аритмии. Но она сейчас инвалид первой группы. Я постоянно с ней, я каждый день здесь, по несколько раз. А больше некому ей помочь. Каждый год, 31 августа, из Одессы выезжает автобус. Те, кто выжил, и те, кто потерял своих родных, едут в Новороссийск на место катастрофы. С каждым годом их становится все меньше. И с каждым годом все сложнее найти деньги, чтобы оплатить поездку. Но им непременно, хотя бы раз в год, надо попасть сюда. 8 сентября 2003 года у берегов Канады потерпела крушение яхта, направлявшаяся из Бостона в Европу. Волны вынесли на берег тела трех членов команды. Среди погибших был и капитан яхты, гражданин Израиля Виктор Тольор. Его настоящее имя Виктор Ткаченко. Субтитры создавал DimaTorzok